Традиционно в мае и июне ФККР и Минспорта России публикуют список кандидатов в сборную. Основными критериями являются результаты на главных международных соревнованиях и национальных чемпионатах в прошедшем сезоне. Кроме того, это не обязывает спортсменов выступать только на юниорском или только на взрослом уровне, но напрямую влияет на размер финансирования. Если с достижениями Камилы Валиевой, Анны Щербаковой и Александры Трусовой спорить сложно, то остальные три места явно обсуждались. Седьмое место Елизаветы Туктамышевой на чемпионате России по правилам не может быть засчитано, учитываются только первые шесть. Без учета чемпионата России в таких же условиях находятся Алена Косторная, Дарья Усачева и Майя Хромых. Муравьева на соревнованиях показывала только тройной аксель. А это тоже считается важным параметром. Но на международном уровне фигуристка Ангелов Плющенко выступила лучше. Победа на юниорском этапе Гранд при против Серебра был более высокий общий балл за две программы. Сборная России в танцах на льду стала самой обсуждаемой темой межсезонья. Особенно спорным кажется наличие в основе нового дуэта Морозов – Нарижный. Между переходящими на взрослый уровень Ириной Хаврониной, Дарией Черезаной и Василисой Кагановской, Валерием Ангелополом все решилось по спортивному принципу. Хавронина. Черезаны оказались выше на первенстве России. А на международных соревнованиях выиграли оба этапа Гранд при против золота и серебра у Кагановской, Ангелопола. В основную сборную спортивных пар и одиночников попали все спортсмены, занявшие с первого по шестое место на чемпионате России. Исключение составили только Юлия Артемьева и Михаил Назрачев, которые прекратили совместную работу.